Прошлое не вернуть, не изменить, но заглянуть в него можно. Здравствуйте! По случаю 60-летия крымского телевидения мы продолжаем вам показывать полуостров, каким ему больше не быть никогда. Сегодня в эфире год 1976-й. Аутентичные кадры и звук впервые. На экранах эпохи цифрового вещания не просто кинопленка, пролежавшая в архивах 43 года. Труд десятков профессионалов, которому многим обязано не лишь телевидение в Крыму. Наш образ жизни и ход мыслей. Они определяются прошлым людьми, их поступками и щедростью родной земли. В очередном выпуске программы «Хроника эпохи» мы расскажем вам о богатствах северо-западного Крыма. Наш край, как и его жители, противоречив и многообразен, нежный, красивый и радушный. Юг Крыма отличается от севера, казалось бы, сурового, угловатого и даже мрачного. Но под этой маской скрываются щедрость, сила и мудрость. Те самые качества, которые люди с годами начинают ценить больше всего. Какой была северо-западная часть Крыма в 1976 году? Чем она привлекала людей? Какие чувства и мысли вызывало у них? И главное, что хотели сказать жителям и гостям полуострова авторы кадров 43-летней давности? Прямо сейчас на ваших экранах фильм крымского телерадиокомитета на земле Роздольнинской. Не переключайтесь. Вчерашний день, без которого нет завтрашнего, начинается прямо сейчас. ПЕСНЯ Все хорошо, товарищи, но последние слова дуплета надо пропеть так, исполнять их так, чтобы слушатель почувствовал, что вы очень любите свою землю, безмерно любите свой преображенный край. ПЕСНЯ 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 все надежды на редкий дождь не встречалось здесь больших сел оживленных дорог а ныне совхоз славное крупное известное всему крыму хозяйства высокомеханизированным с передовой культурой производства поселком городского типа днепровская вода напоила землю обновила этот засушливый край днепровская вода напоила землю обновила этот засушливый край поливной гектар работает теперь за несколько суходольных десять лет непрерывного роста славного две пяти лет восьмая рост энерговооруженности курс на специализацию концентрации производства девятое резкое повышение урожайности развитие животноводства широкий размах строительства ну а какие планы здесь на десятую пятилетку пятилетку эффективности и качества какие есть еще резервы производства рассказывает директор совхоза депутат Верховного Совета СССР Александр Григорьевич Гаврилов друженики нашего совхоза как и весь советский народ встретили решение 25 съезда нашей партии с полным недодушием и одобрением одним из главных резервов в нашем совхозе мы считаем это подготовку и закрепление инвестивных кадров наше будущее во многом зависит от того какую воспитаем мы смену поэтому вместе со школой мы постоянно ищем новые формы и методы профессиональной ориентации наши школьники часто встречаются с пределками хозяйства лучшие специалисты нашего хозяйства становятся расставниками ребят мы создали ученическую производственную бригаду и школьники выполняют весь цикл сельскохозяйственных работ характерно что с самого начала мы ребятам говорим имейте ввиду никакой опеки вам не будет в своей бригаде учитесь не только работать но и хозяйствовать самостоятельно нужно будет мы поможем вам но проявляйте инициативу на галку сами и вот когда в день окончания десятилетки мы торжественно вручаем им направление на работу в совпад то уверены к нам придут технически рамотные и инициативные люди по судьбам тех кто работал в ученической производственной бригаде можно проследить историю совхоза вот так вместе с этими выпускниками получил направление в совхоз и Сергей Рубцов из нашего 10 класса почти половина ребят осталось работать в совхозе в 9 и 10 классе я работал помощником комбайнера а теперь мне совхоз помог еще получить одну специальность шофера и теперь мы недавние выпускники часто встречаемся с ребятами из младших классов и знаете они не верят нам что еще 10 лет назад наш совхоз был самым отстающим в районе да когда Сережа Рубцов поступил в первый класс хозяйство собирало с каждого гектара всего лишь по 11 центнеров зерновых а когда кончал школу по 35 совхоз не даром называют степным гигантом 16 тысяч гектаров земли и больше половины заняты подзерновыми культурами для обработки таких огромных площадей механизаторов раньше не хватало выпускники школы в совхозе не задерживались своих постоянных кадров было мало вот почему одним из главных вопросов стало здесь трудовое воспитание школьников за годы девятой пятилетки в закрома родины засыпано более 25 тысяч тонн хлеба основной фигурой в совхозе стал механизатор и рядом с наставниками работает молодежь все больше и удельный вес в экономике совхоза приобретает животноводство выращивать ягнят и телят доверено молодежным бригадам на совхозных фермах особенно ощутимы практические результаты профессиональной ориентации рассказывает Клавдия Боридов по четыре тысячи литра молока от каждой коровы стало нормой для всех доярок нашего молочного комплекса большинство мастеров машинного доения выпускники нашей школы училась там и я а ведь раньше в животноводстве картина у нас была неприглядная большая текучесть кадров была механизация не только потребовала людей образованных подкованных теоретически она значительно подняла престиж профессии нет больше доярок есть мастера машинного доения нет больше старых тесных ферм есть отлично оборудованный молочный комплекс с медицинским профилакторием, душевым, телевизором военнослужащий Навыки, полученные в ученической производственной бригаде, позволяют ребятам после окончания школы сесть за руль трактора, комбайна, автомашины. Они быстро становятся классными специалистами. Музыка Имя героя социалистического труда Марии Терентьевны Чуприны известно далеко за пределами Крыма. По 140 центнеров винограда с гектара собирают в ее бригаде. Это очень высокий урожай для засушенной зоны. Мария Терентьевна выделила для мченической бригады отдельные участки. Она передает молодежи свой богатый опыт и знания. Музыка Совхоз из года в год переуполняет задания по продаже государству зерна, мяса, шерсти, молока, винограда. Успешно завершили в славном девятую пятилетку. Совхоз удостоен высоких наград. Десятую пятилетку коллектив хозяйства обязался завершить досрочно и увеличить доходы в полтора-два раза. В славном бывают делегации из братских республик, гости из зарубежных стран. Им с гордостью говорят, каждый четвертый рабочий у нас выпускник славненской школы. Окончила ее и Людмила Василишева. В детстве я любила работать с мамой в школе. Потом отцу, чем могла, помогала в уходе за комбайном. А в восьмом классе уже работала в ученической бригаде. Но была у меня мечта воспитывать детишек. После окончания школы я начала работать в нашем совхозном детском садике. Думаю просыпать под училищем. У нас с этим хорошо. Совхоз посылает на учебу в институты, училища, платит стипендии. И ребята возвращаются в такую семью. Ведь жизнь у нас теперь, пожалуй, ничем не отличается от городской. В домах газ, электричество, водяное отопление. Рост экономики совхоза позволил успешно осуществить план социально-культурного развития села. Здесь построен дом связи, оборудованный по последнему слову техно. В новой больнице современная медицинская аппаратура. В новой больнице современная медицинская аппаратура. На берегу Черного моря, дом отдыха. На берегу Черного моря, дом отдыха. В славном открыта музыкальная школа. Добро пожаловать в сад школу с садикм.. Антон Кагас Срέ будет образоваться с обсchoцами двер drawers. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.